Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте. Добрый день всем, кто смотрит, кто слушает телерадиоканал «Страна-ФМ». Первый, единственный в России телеканал с синхронным обещанием в «ФМ-диапазоне». Я, Александра Хайрулина, сегодня очень рада представить нашу потрясающую гостью, честно скажу, долгожданную. Друзья, встречайте. Депутат Государственной Думы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, президент Фонда национальной ресурсообразования, председатель Российского общества знания, Любовь Духанина. Любовь Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, телезрители. Я рада нашей возможности сегодня быть вместе. Спасибо вам большое за то, что вы в своем очень плотном, насыщенном графике, конечно, уделили нам внимание. Потому что то количество очень важных для страны проектов, которыми вы занимаетесь, хочется о них, конечно, говорить и освещать. Потому что прекрасно себе представляю такое, что не все далеко могут знать. Хотя, конечно, освещается это и в телевидениях, и в СМИ, и в интернете. Но в силу разных на то причин, я думаю, так, что многие могут даже и не в курсе быть, что происходит сейчас в нашей стране. Одна из самых главных тем нашей сегодняшней встречи – это ваш проект, который вы курируете. «Равные возможности детям», целью которой является сделать дополнительное образование для наших детишек бесплатных. Проект стартовал в марте, если не ошибаюсь, этого года. Действительно, в марте этого года. И я, конечно, очень хочу вас попросить рассказать об этом проекте, потому что я знаю, что сделано уже очень много. Так вот, поподробнее, наверное, только вы нам расскажете, что уже сделано в этом направлении. Общероссийский народный фронт выстраивает свою работу, основываясь на мнении и позиции наших граждан, в данном случае родителей. Мы опросили родителей, и нам стало понятно, что на сегодня каждый третий ребенок не имеет возможности ходить бесплатно в кружок. Почти 20% детей посещают дополнительное образование только платно. Многие не посещают. Почти 5 миллионов ребят в нашей стране не посещают ни один бесплатный кружок, либо студию. И причины в основном две. Либо отсутствие денежных средств, либо отсутствие рядом дополнительного образования, там, спортивного, художественного. И мы считаем, так же, как и считают родители, что это несправедливо, и что в России должен быть доступ к бесплатному, очень разностороннему образованию для наших детей. И поэтому придумали проект, связанный с увеличением количества кружков и студий для наших ребят в рамках системы дополнительного образования. Кстати, могу сказать, что опросили мы 22,5 тысячи родителей. Ну, это много. Мы опросили родителей изо всех субъектов Российской Федерации, и у нас есть информация по каждой территории. Поэтому и работу мы сейчас выстраиваем так же очень тщательно, чтобы сделанное соответствовало фактически запросу. Необходимость работы в этом направлении подтверждает и ситуация, связанная с закрытием кружков и студий. Есть такие дорожные карты по оптимизации, и наш анализ показывает, что в течение последнего года, если брать 12 месяцев, закрыто 58 учреждений дополнительного образования. Не везде девчонкам и мальчишкам компенсировали возможность заниматься в другом, допустим, учреждении образования. И поэтому наша главная цель действительно создать возможность для такого гармоничного развития ребенка. При этом, чтобы ребенок семья могла выбирать сама. Не ситуация, когда что-то создается, и классный руководитель записал ребенка туда, куда он считает нужным. А чтобы у ребенка была возможность выбора. Над этим мы трудимся, мы разработали механизмы, по которым мы можем обеспечить такую результативность. Ну, во-первых, самые быстрые результаты мы смогли начать фактически получать и увидеть уже радостные улыбки наших ребят через развитие образовательного волонтерства. На сегодня уже открыто более 300 кружков, на подходе почти 700. Но нам не только нужно, чтобы были активны волонтеры, а действительно в стране оказалось очень много неравнодушных людей, которые имеют знание, опыт и готовы ими поделиться на безвозмездной основе. Но им иногда нужна помощь, связанная с наличием помещения, каких-то небольших материалов, как, например, для кружка живописи. Кисточки, краски, ватман. И уже 288 организаций заявили нам о желании помогать этому проекту. Мы в целом очень довольны такой позитивной динамикой отклика наших людей, которые действительно хотят включаться в этот проект и уже включаются. Общественные организации активно откликнулись. Это Российский союз молодежи, Российский союз сельской молодежи, студенческие строительные отряды. Уже в летний период было открыто много кружков. Педагогические отряды провели большое количество краткосрочных программ. Вузы, учреждения культуры, библиотеки подтверждают свое желание способствовать развитию этого проекта. А если нас сейчас смотрят в каких-то городах, может быть, даже селах нашу программу или слушают, Любовь Николаевна, вы подскажите, есть ли возможность у людей тоже, в общем, сделать заявку, наверное, запрос на то, что вот в нашей конкретной школе тоже должно быть такое образование дополнительное? У Общероссийского народного фронта есть региональное отделение в каждом субъекте Российской Федерации. На базе этих региональных отделений созданы фактические штабы проекта. И вот команда проекта занимается как раз таки тем, что она выявляет волонтеров, помогает подыскать помещение и делает так, чтобы реальность действительно, ну, произошла, и появились кружки, студии, спортивные занятия. Поэтому в каждом регионе есть возможность обратиться в региональное отделение Народного фронта, выразить свое желание участвовать в проекте, и уже с представителями регионального отделения такой человек сможет обсудить, в каком качестве он сможет принимать участие. Я буду признать на каждому, кто вольется в наши ряды. А это же уже даже на сегодняшний день тысячи и тысячи человек, да? Да, это уже тысячи человек на сегодняшний день. У кого-то уже работа кипит, кому-то мы помогаем стартовать. И я, пользуясь такой возможностью, хотела бы обратить внимание на необходимость создания кружков для детей с особенностями здоровья. Как правило, да, это более сложно сделать, но мамы, папы таких детишек очень отзывчивы и сами принимают активное участие в создании таких клубов, состоящих уже из мини-групп. Работают вместе с нами над программами, которые можно предложить ребятам. И на сегодня уже открыто более 30 кружков. Я могу сказать, как человек, который в области образования занимается не только 10, а уже, наверное, почти 30 лет, в российской педагогике очень серьезные наработки в области работы с детьми с особенностями здоровья, мы по-прежнему по этому направлению являемся мировым лидером. И вот, например, уже открыли секцию по футболу для слабовидящих ребятишек. Есть специальная радиопрограмма, которая создается сейчас для ребят слабослышащих. То есть идет поиск, расширение возможностей для детей на базе тех технологий, которые действительно являются бриллиантом в российском образовании. Любовь Николаевна, что такое именной сертификат, который каждый ребенок должен получить? Одной из серьезной темы обсуждения в системе образования является вопрос о справедливом распределении бюджетных средств. Когда мы проводили анализ ситуации в дополнительном образовании, то многие родители говорили о том, что часто присутствует такая ситуация, что один ребенок ходит в 3-4 кружка бесплатных, а вот кому-то не удается ходить и в один кружок. Как решить задачу справедливого доступа каждого ребенка к бюджетным средствам, которые реально в Российской Федерации выделяются? И был придуман механизм именного сертификата. Он опробируется уже в 9 субъектах Российской Федерации. Отзывы реально позитивные, особенно от родителей, потому что родители говорят следующее. Мы впервые увидели, что государство внесло в семейный бюджет конкретную сумму, которую мы можем использовать во благо развития своего ребенка, выбирая то или иное направление, записав его в тот или иной кружок. Сертификат наполнен деньгами, и родитель, получив вместе с ребенком этот сертификат, может отнести в любую образовательную организацию, которую выберет ребенок. Не обязательно ту, куда его кто-то запишет. У него есть возможность также внутри года поменять направление. Поэтому появление сертификата в России даст возможность действительно каждому ребенку иметь доступ к бюджетному финансированию, фактически увидеть заботу государства о себе. И что тоже очень важно, это возможность выбора. Особенно это важно для ребят-старшеклассников, потому что ряд программ, они связаны фактически с профессиональными пробами. Например, такая лаборатория по прототипированию, робототехнике, компьютерному моделированию, либо кораблестроение. Это то, что ребенок может попробовать и понять, является ли это его будущей судьбой. Да, и стоит ли свою жизнь связывать с этим. Любовь Николаевна, маленький вопрос, короткий ответ. Нам нужно будет на рекламу прерваться. Хотела спросить, уже в тех регионах, где работает эта система, как получить именной сертификат? Куда должны отправляться родители? Что делать для этого? Родители все оповещены через школы. Есть оператор, который выдает данные сертификаты. В части регионов данный сертификат фактически в электронном виде. Родитель заходит, заполняет заявление и получает. Поэтому регионы стараются сейчас отработать наиболее эффективную модель быстрого доступа семьи к этому сертификату. Отлично. Друзья, мы прерываемся ненадолго, после чего продолжим программу. Оставайтесь с нами. Добрый день всем, кто к нам только что присоединился. Телерадиоканал «Страна.ФМ», программа «Лучшее в стране». Меня зовут Александр Хайрули. У нас сегодня замечательный гость. Депутат Государственной Думы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, президент Фонда национального ресурса образования, и председатель Российского общества «Знания» Любовь Духанина. С Любовью Николаевной мы разговариваем про проект «Равные возможности детям», в рамках которого уже сделано очень много в нашей стране. Это бесплатное дополнительное образование для школьников. Ну и поговорили уже, в общем-то, про городские школы, Любовь Николаевна. Конечно, хочу узнать о проделанной работе и о планах касательных сельских школ. Вот там как обстоят дела с этим проектом? Мы с особым беспокойством переживаем то, что происходит в селе, в сельских школах, и поэтому специально для них придумали такой подпроект «Мобильный учитель», «Мобильный педагог». Когда реально во второй половине дня или в выходные дни в сельские школы приезжает автобус с педагогом, с необходимым оборудованием, и ребята имеют возможность заниматься. Если бы это было в городе, ребенок ходил бы, допустим, два раза на занятия по 45 минут, а в выходной день, находясь на территории своей школы, просто подольше. И фактически ребята таким образом смогут получить действительно качественные знания, и их жизнь тоже станет более интересной. Поэтому в ряде регионах этот проект уже запущен. С января специально подпроект будет делаться с помощью агентства стратегических инициатив. Фактически будут такие автобусы-лаборатории, когда автобус приезжает, и в нем уже есть достаточно большой объем лабораторного оборудования, на котором ребятишки пройти в автобус и позаниматься. Эта модель отработана в России. В свое время это был наноавтобус с нано-лабораторией. Важно резко увеличить объем, потому что Россия очень большая по территории, и расстояние подчас от города до села достаточно большое, и поэтому объективно можно это сделать в субботний день, а не в рабочий день, потому что ребятишки еще должны успевать учиться. Да, мне кажется, в данном случае это, пожалуй, единственный, наверное, выход у сложившейся ситуации. Педагоги, конечно, приезжают из каких-то близлежащих, более крупных населенных пунктов. А вот конкретно какие кружки здесь, каким образом кто будет определять? Это по опросу также родителей, учеников? Детей, учеников. По опросу учеников могу сказать, что у достаточно большого количества учеников есть запросы на научно-техническое направление. Интересно. Это вопросы, как практически связанные с правильностью проведения лабораторных занятий, так и, например, теоретические вопросы, как правильно решить сложные задачки в ЕГЭ. И такие программы тоже на сегодня уже есть и работают, и их активно стараются реализовывать вузы, которые находятся фактически в областных центрах. Вот это очень хорошая новость, Любовь Николаевна, спасибо. Мы продолжим обязательно общаться, сейчас должны опять прорваться, но ненадолго. Оставайтесь. Продолжаем, друзья, общаться с нашей гостью. У нас сегодня депутат Государственной Думы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, президент Фонда национального ресурсообразования, председатель Российского общества знания Любовь Духанина. Любовь Николаевна, мы с вами продолжаем говорить. Вот уже достаточно много сказали о проекте «Равные возможности детям», о бесплатном дополнительном образовании для наших школьников. Я хочу еще, чтобы мы с вами рассказали об особенной тоже части, наверное, этого проекта, в том числе-то о талантливых детях, в общем, которым вы тоже посвятили многие годы своей деятельности. Вот что в этой области происходит? Дополнительное образование действительно особенное, оно особенное по своей педагогике, потому что в основной школе все-таки подавляющим способом является классно-урочная система. Есть учитель, звонок на урок, звонок с урока, 45 минут, домашнее задание, которое нужно сделать к завтрашнему дню. А талантливый ребенок, он требует часто возможности его развития в его собственном темпе. Каждый из нас к гениальным своим находкам, к гениальным решениям приходит именно так, как приходит он сам. У кого-то идея появилась быстро, у кого-то чуть медленнее, но она, может, оказалась больше. И понимая, что детям нужно особо, детям интересующимся чем-то, мотивированным, создавать другие условия, и пришла идея создания в стране программы «Одаренные дети». Мы ее начинали еще в Общественной палате Российской Федерации разрабатывать. Сегодня это государственная программа. Ну, это ваша программа. Да, это действительно так, и я очень рада, что сегодня центры по развитию «Одаренных детей» существуют уже во всех субъектах Российской Федерации, что у нас открыт прекрасный «Сириус», где дети могут в определенный период временной сделать свои уникальные проекты, и затем, вернувшись домой, продолжать работу над этими проектами. Сейчас будут создаваться в субъектах, ну, условно, филиалы «Сириуса», то есть организации, которые будут работать по этой модели. Действительно, в России все больше и больше возможностей для развития своей одаренности. Некоторые школы создают специальные программы для развития одаренных детей. Так вот, в свое время, в 92-м году, когда я создавала школу «Наследник», была написана базовая концепция по развитию одаренных детей. И школе 25 лет, она продолжает работать в этом направлении, щедро делится наработками с другими школами России. И я могу сказать, что наш опрос показал, что каждый второй ребенок хочет быть художником, музыкантом, человеком творческих профессий, а каждый третий хочет быть спортсменом. Поэтому у наших ребят очень большой запрос действительно на собственное развитие. не только на знания, какие-то навыки, которые нужны в профессии, а действительно на развитие, которое будет мотивировать быть успешным и состоявшимся в течение всей его жизни. Мне очень понравилось где-то на вашем, может быть, даже сайте. Кстати, у Любови Николаевны есть свой официальный сайт, он духанина.онлайн.ру, по-моему, если не ошибаюсь. Всем обязательно рекомендую зайти туда, посмотреть, почитать. Там очень много чего интересного, все проекты расписаны подробно. И, кажется, там мне попалась информация. Но в любом случае, вы об этом рассказывали, что российские ученые доказали, по-моему, да, что каждый ребенок, он талантлив только в своей какой-то сфере. Вот, наверное, важная задача. Действительно, главная задача взрослых — создавать то разнообразие возможностей, которые ребенок, попробовав, сможет определить, что является интересным для него, и в чем он может состояться. И нужно понимать, что сегодня человек в течение жизни уже сейчас меняет 2-3 раза профессию. Ученые говорят, что будет менять человек 6-8 раз. А это говорит о чем? О том, что недостаточно развиваться только в одной узкой, даже, может быть, самой перспективной отрасли на сегодня, в перспективном направлении, например, в направлении информационных технологий. Оно само по себе будет развиваться такими мегатемпами, что ребенку нужны будут иные его способности. Способность к обобщению, способность мыслить очень быстро, схватывать, быстро принимать решения в условиях, когда тебе недостаточно информации. Когда это можно сделать? Когда ты с увлечением слушаешь классическую музыку или какую-то другую музыку, и музыкальный ряд для тебя тоже является смыслом. Не только смыслом являются звучащие слова. Когда ты можешь, послушав музыку, нарисовать картинку, перевести ее на другой язык. Ведь именно же так мы действуем. Мы говорим на русском языке, а затем пишем компьютерную программу на языке программирования. Мы сегодня уже фактически используем такой способ трансляции с одного языка на другой. В обычной жизни это способ перевести с русского на английский или с английского на китайский. Но у нас есть уже языки машинного программирования, и многие уже ими пользуются. Фактически у всех развивается алгоритмическое мышление, потому что, зайдя в интернет, мы ищем ответ на какой-либо вопрос, и нужно а, понимать, как правильно задать, б, понимать, какой глубины ты смотришь, какое количество страниц поиска. И эти способности все нужно максимально развивать. И вот программы работы с одаренными детьми, программы разностороннего развития, они действительно позволяют развивать ребенка таким образом. Я хочу, чтобы мы с вами немножко поговорили про ваш холдинг «Наследник». 25 лет, тем более такая красивая дата. И это, по сути, действительно уникальный проект. Точно уж нет аналогов России, мне кажется, даже и в мире. Ну, может быть, какие-то единичные совершенно случаи. Но это очень успешно, очень сильный проект. Это целиком и полностью ваше детище. Я, конечно, хочу узнать у вас, как вам пришла эта мысль в голову, идея, и почему возникла необходимость? Слезано ли это, может быть, с вашими детьми каким-то образом? Ну, очень часто в жизни человек создает какой-то проект, когда у него есть личная потребность. Начало перестройки было очень бурным для всех нас, и мы все увеличивали свое рабочее время и понимали, что в этот момент дети остаются одни. И не хотелось, чтобы дети находились в ситуации, когда они либо чем-то не заняты, либо нет рядом взрослых. И пришла идея создать собственную частную школу, собрать лучших учителей. Тогда это было более легко, чем сегодня, потому что разница в заработных платах, допустим, учителя в частной школе, она превышала в 5-6 раз заработную плату учителя в государственной школе. Поэтому была возможность действительно отобрать учительские бриллианты и создать школу. Но дальше наступает у любого мыслящего человека желание сделать то место, где находится твой ребенок, действительно абсолютно особенным. И поэтому, имея очень сильный педагогический коллектив, это удалось сделать. И есть ряд проектов, которые действительно не только первые в России, но и первые в мировом образовательном пространстве до сих пор. Например, проект, связанный с финансовой грамотностью. Единственный в мире детский биржевой центр, которому у нас уже исполнилось 15 лет, где дети могут получить не только обычные знания финансовой грамотности, но и могут поработать на бирже. Мы этому учим. При этом учим их еще и эмоциональной устойчивости при принятии таких сложных решений. Конечно, это все приводит к тому, что насыщенная и современная образовательная программа, она интересует и родителя, и ребенка. Партнерами школы в области, например, информационных технологий, являются компания Microsoft и компания Cisco. Мы берем и металлы, и мозги сразу. Школа входит в десятку инновационных школ мира по версии Microsoft уже 5 лет. Мы являемся одной из школ со статусом школа для подражания. Это большая ответственность, это ежегодное подведение результатов, результатов, которые нужно предъявлять и школе в целом, и детям, и учителям. Но мы очень рады, что мы находимся среди сильных, с кем можем конкурировать. Очень интересная инфраструктура самой школы. Фактически это действительно холдинг, это и детский сад, и школа, и большой центр дополнительного образования. В котором даже есть анимация, это вообще меня очень посетило. Да, анимация у нас тоже, наверное, уже 17 лет. Сознано большое количество анимационных роликов, много побед. Как, впрочем, много побед и по вокалу, и по живописи. Хотя при этом на старшей ступени эта школа многопрофильная. Физико-математическая подготовка у нас приоритет, но мы не спорим на тему физик либо лирик. Мы считаем, что нужно быть и физиком, и ребёнком, который побеждает на конкурсе московских школ с собственным сочинением, либо собственным стихотворением. А дальше жизнь уже сама всё расставит на свои места. Любовь Николаевна, процветание, всегда держаться в числе первых только наследнику. Я почитала в интернете, и отзывы, надо сказать, только полные восхищения, благодарности, безграничные. Значит, это действительно уникальный, очень достойный проект. Мы совсем недолго прервёмся. Друзья, оставайтесь с нами, очень скоро продолжим общаться. С Любовью Николаевной. Друзья, продолжается наша программа. Это телерадиоканал «Страна.ФМ». Продолжаем общаться с нашей гостью. У нас депутат Государственной Думы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, президент Фонда национальной ресурсы образования, председатель Российского общества знания Любовь Николаевна Духанина. Поговорили уже про очень многие важные вещи, и вот, что теперь хотелось бы затронуть. Планируется внести, знаю точно, в закон об образовании, и понятие «общественно полезная деятельность». Любовь Николаевна, расскажите нам, пожалуйста, что это такое, чего ждать от этих поправок. Периодически мы все видим в СМИ дискуссию, должен ли ребёнок трудиться, кто должен вытирать с доски, если ребёнок разлил воду, должен ли он подобрать эту воду сам, или должна прийти уборщица, и вообще весной нужно ли вешать сковоречник. Но если дальше продолжать эту логику, то возникает вопрос, вообще должен ли ребёнок взять ручку и писать, потому что это тоже труд. В общем, да. Да, проблема состоит вне урегулированности законодательства. Трудовое законодательство говорит только о том, что в России есть только наёмный труд, и никакого вида другого труда не существует. Поэтому если мама вот так, если рассмотреть предельную ситуацию, просит старшего ребёнка, а дед младшего, то сначала она должна заключить с ним контракт, оговорить условия оплаты и только потом выразить свою просьбу. Это полностью не соответствует культуре общения в нашей стране, нашим семейным укладам, нашим взаимоотношениям. И очень важно, чтобы такая ситуация не подпитывала иногда ни на чём возникающие конфликты, действительно её урегулировать. И сейчас создана специальная группа при Комитете по образованию и науке Российской Федерации. Я её возглавляю. И мы ищем правильное решение, которое не приведёт к тому, что ребёнок будет мыть пол вместо уборщицы, но будет совершенно естественным, ненаказуемым действие ребёнка. Например, когда он делает своего робота или делает на 3D-принтере, например, обложку к своему телефону, сначала проектирует её, потом её делает. Действительно, налоговики могут сказать, что данная обложка уже имеет рыночную цену, значит, себестоимость, а раз себестоимость, то в себестоимости должна быть оплата труда. И вот сейчас идёт дискуссия, как правильно что называть и что включить в закон об образовании, следует ли включать поправки в Трудовой кодекс. Потому что иногда наши граждане берут, например, и около своего дома сажают цветы. И сажают цветы вместе со своими детьми. Ну да. Да. С точки зрения логики закона, это организация работ по благоустройству территории. Но на самом деле это естественное стремление человека жить в более красивой среде. И почему нам не позволять нашим гражданам это сделать. Но в данном случае возникает общественно полезный труд, общественно полезная деятельность, которые сегодня пока нигде не закреплены. И вот над этим идёт работа. Но на самом деле, начав дискуссию на эту тему и собрав лучших специалистов, мы пришли к обсуждению ещё одной темы, которую нам подсказали сами дети. Когда я встречалась с детьми, потом мы опросили полторы тысячи московских школьников, то оказалось, что 50% старшеклассников уже имеют опыт трудовой деятельности, а хотят иметь 75%. Но при этом они говорят о чём? О том, что их предпочитают брать на неквалифицированный труд, в основном курьера, что с ними пытаются не заключать контрактов. И это действительно вопрос, связанный с очень сложной бюрократической процедурой заключения трудового контракта с несовершеннолетним. А ребята говорят даже о том, что это несправедливо. Вот, например, студенты второго курса одного из вузов мне сказали, что, будучи школьниками 11 класса, они сделали установку, которую сейчас одна из компаний запустила в производство. Небольшое такое учебное оборудование. Они говорят, а почему? Мы же могли стать акционерами этой компании. И если мы хотим, мы можем. На базе, кстати, школы «Наследник» мы создали лабораторию ЦИСКО вместе с корпорацией ЦИСКО. И дети где-то после 9-го, кто-то самый одарённый, кто-то после 10-го класса, уже совершенно спокойно пройдя дополнительную программу, могут сдать на международный сертификат и уже быть системными администраторами небольших компьютерных систем. И поэтому, когда взрослые предлагают такому ребёнку быть просто курьером, это задевает в хорошем смысле его амбиции. Да, и обиды какие-то, наверное, тоже появляются. Да. Мы обсудили с работодателями все бюрократические процедуры. У нас есть уже предложения. Например, сегодня ребёнок, прежде чем с ним заключают трудовой контракт, должен пройти медицинское обследование. Но у нас же есть результаты диспансеризации. И мы сейчас обсуждаем вариант, чтобы имеющиеся уже результаты диспансеризации за честь, и тогда ребёнок пол-июня не потеряет на прохождении медосмотра, а сможет работать. Вот. Мы также обсуждаем вопрос расторжения контрактов в конце лета, лето, потому что процедура говорит о том, что сначала надо спросить у комиссии по делам несовершеннолетних. Хотя эта комиссия, слава богу, ребёнка такого не знает, потому что он очень успешен, активен. И работает уже. И работает уже. И предлагаем рассмотреть такой вариант, чтобы они по обоюдному соглашению могли расторгать. Работодатель будет информировать просто, да. Если будут вопросы, тогда мы этот механизм включаем. А если нет вопросов, нет взаимных претензий, то нет необходимости целую бюрократическую систему фактически использовать для решения несуществующего вопроса. Любовь Николаевна, мы прорываемся ненадолго, друзья. И ещё у нас немножечко времени останется для общения с нашей гостьей. Любовь Духанина, друзья, у нас в гостях депутат Государственной Думы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, президент Фонда национального ресурсообразования, председатель Российского общества знания. Уже много лет Любовь Николаевна занимается единым государственным экзаменом. Я, конечно, хочу пользоваться случаем лично у вас узнать, Любовь Николаевна, о вашем отношении к ЕГЭ. С соображением и так далее. Действительно очень много лет, фактически шесть лет, пока я была членом общественной палаты, я проведила горячие линии по ЕГЭ. По итогам мы подводили итоги и всегда направляли предложения правительству, министерству. Но мы не только направляли предложения, но мы и добывались определенных результатов. Вы же лично обрабатывали огромное количество жалоб, вопросов. Да, иногда было до 8 тысяч звонков в сутки. И я очень благодарна всем звонившим, потому что они подсказывали не только наличие проблемы, но и пути решения. И многое сделано. Мы действительно отладили саму процедуру. Она теперь понятна. Удалось ввести механизм общественных наблюдателей за ЕГЭ. Я всегда рекомендую родителям за год до того, как ребенок пойдет на единый государственный экзамен, пока он учится в 10 классе, сходить в качестве общественного наблюдателя на ЕГЭ и увидеть, что это не так страшно, как мы переживаем. Но если говорить о дальнейшей ситуации, дальнейшего развития, то я считаю, что, во-первых, все-таки необоснованно велико переживание детей. И чтобы снять это переживание и детей, и родителей, надо дать возможность второй попытки. Надо также развивать практику досрочной сдачи ЕГЭ. Например, ребенок в 11 классе в октябре пробует сдать математику, сдает ее успешно и понимает, что баллов достаточно и силы свои направляет на другие предметы. А если он видит, что какие-то темы ему не удались, значит, у него есть возможность поработать над этими темами и месяц через три, взяв вторую попытку, действительно повысить результат. Главное найти сейчас способы снижения психологической нагрузки на ребенка, на семью. И второе. Считаю, что не нужно нагружать так много учителей. Главная задача учителя – учить, а не принимать экзамены самого себя. Поэтому экзамены должны быть вынесены из системы основного школьного образования. Нужно создать центры независимых экзаменов, и тогда не будет проблемой введения второй попытки и сдачи экзамена более плавно по графику, а не маршем, как в субботник, в июне все в один день и очень с разными результатами. Я думаю, что мы в ближайшем будущем придем к этому, потому что у нас увеличивается количество сдаваемых экзаменов в девятом классе, а это означает, что сегодня учительская среда фактически находится в пределе своих возможностей по обеспечению проведения экзаменов. Любовь Николаевна, ну и, пожалуйста, пообещайте, что и к нам вы тоже придете обязательно в ближайшее время. Я вас искренне благодарю и весь наш коллектив за ваш визит и в большей степени даже за все ваши прекрасные, чудесные, добрые дела, очень масштабные проекты, задумки. Пусть все воплощается в жизнь. Александра, вам спасибо огромное за такой эфир, спасибо огромное всей команде. А я всех телерадио-слушателей прошу, направляйте свои вопросы в страну ФМ. И я с огромной радостью буду вам на них отвечать. Спасибо большое, друзья. Любовь Духанина была гостем программы «Лучшая в стране». Оставайтесь далее с нами. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok